Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ребята, я хочу еще обратить ваше внимание на обстрелы мирных городов Украины со стороны российских фашистов. Дело в том, что не только Винница была обстрелена, не только Николаев, не только Харьков, не только Днепр. Как выяснилось, вчера прилетело еще в Чугуев, где убило троих, и также прилетело в Никополь. Никополь, они вообще обстреляли из градов, а грады стоят. Чтобы вы понимали, эти террористы российские, они поставили ракеты на территории атомной электростанции в Энергодаре. Это вообще аут. То есть это чистый терроризм, знаете, такой, причем это ядерный терроризм. То есть Россия не просто страна террористов, Россия страна ядерный террорист, а между терроризмом и ядерным терроризмом есть, согласитесь, две большие разницы. Такой страны просто не должно быть. Страна ядерный террорист на земле лишняя. А вот Россия как раз такое и является, разместив свои грады на территории атомной электростанции. И доведя общее количество террористов своих вооруженных на территории АЭС до 500 человек. Так вот, что в Никополе, что в Чугуеве, жертвами оказались исключительно гражданские. Ну, во-первых, они лупились по тому же Никополя с градов. Ну, извините меня, град, он же летит куда попало, это не точное оружие. Это оружие по площадям. Лупанули по жилому сектору. Надо что-то дальше объяснять, естественно. Что же касается Чугуева, там тоже пролетело в жилой сектор и обращает на себя внимание возраст людей, погибших от российского ракетного налета. Значит, 68, 69, 70 лет. Одна женщина, два мужчины, все пенсионеры. Ну, это как? Это военные объекты какие-то? Это военные люди? Нет, конечно. Лупанули по-граждански. То есть, цель Путлера сейчас довольно простая и примитивная. Он пошел по пути терроризма, по пути террора. И думает, что вот путем террора украинской нации он всех заставит подействовать на Зеленского, чтобы Зеленский ему пошел навстречу. Но я даже не знаю, как у него вот в голове вот эти вот... Я понимаю, что у него в голове, у него же мозги-то не свежие уже. Вот. К тому же там, я так понимаю, там болезни различные. И у него с причинно-следственными связями довольно-таки большие проблемы. Но до такой степени быть примитивным дебилом, это я даже, честно говоря, не знаю. Но кто ему такое подсказал, что украинцы когда-нибудь будут Зеленского просить, чтобы Зеленский... У меня даже слов... У меня, понимаете, от этого идиотизма нету даже комментариев. Наоборот, все, что он делает, сегодня вызывает, ну, такую волну ненависти к нему, к России и к россиянам, кстати. Почему? Потому что, вы знаете, что бы там ни говорили, а это все делает не Путин. Это все... Путин сидит там в бункере где-то на Урале или где... Изредка показывая своего двойника, который там сейчас стоит по Москве. Он сидит на Урале где-то в бункере, да? Это делает не Путин. С Урала ты ласту не дотянешь до Никополя. Ну, или до Винницы, не дотянешь. Это делают россияне. Да. И убийцами являются россияне. А другие, вот вы посмотрите на соцсети, какой у них взрыв позитивных эмоций от убитых детей в Виннице. Вы даже себе не представляете. Там просто... Там неприкрытая радость. Там такая вообще... Там счастье. Там море... Море счастья от этого всего. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, россияне в своем большинстве, в подавляющем, они хотят просто нас физически убить. Поэтому здесь вот такая вот позиция, как говорила в свое время Голден Мэйр, не оставляет нам большого простора для выбора. Тут вариант или мы, или они. Мы. А третьего тут не дано. Соответственно, я предпочитаю, чтобы остались мы. А Россия должна кануть в никуда. То есть, туда же, откуда мы ее когда-то вытащили, ее никогда не существовало. Даже имя, если уж на то пошло... Я когда-то рассказывал, но я не рассказывал до конца. Я рассказывал, что имя Россия была пришпандюрена Петром Первым к Москве в 1721 году. Уже задолго после возвращения его из Нидерландов. Начало вот этих, так называемых, реформ Петра. Но, а вы знаете, кто ему подсказал это имя? То есть, он даже не знал такого имени. Петр Первый слово Россия никогда не слышал. Он не знал, что оно существует. И не знал, что вообще такое, ну, может быть. Так вот, я вам немножко, я когда-то отдельное видео запишу. Я на секундочку просто расскажу, что это дело ему подсказал Прокопович, украинец. Но это будет, как бы, другая история в другое время. То есть, даже имя их страны, у них имени-то не было. То есть, это страна без истории, у которой ворованная история наша. Ворованное имя. Ну, имя, я сказал, это оно не просто ворованное, оно еще и анекдотично ворованное с акцентом. Это греческий акцент, произнесение имени Русь, которая к Москве вообще никакого отношения не имеет. Никогда в жизни не имела, да и московиты себя никогда Русью не считали. Вот, но это другое. Это другое, это тема другого абсолютно ролика. Вот, то есть, ребята, на сегодняшний день, так называемая Россия, де-факто Московия, вернулась к своему варварскому состоянию, в котором она была там пять веков назад. И продолжает уничтожать украинцев. Что это им даст? Абсолютно ничего. То же самое, что дала их предшественнику Гитлеру, бомбежка Лондона. Это ему дало вот конец, бесславный конец в бункере. Кстати, и та крыса в бункере подохла. Ну, вот и эта вторая крыса сейчас тоже в бункере сидит. Видать, у первой крысы научилась. Слава Украине!